Основная экономическая тенденция первого полугодия – рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Активная реализация инвестиционных проектов позволила создать дополнительно 1300 новых рабочих мест. Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета республики обсудили на расширенном заседании Кабинета министров Чувашиев. Экономическая ситуация в мире, в стране и, разумеется, в республике не самая благоприятная. Крупные компании и естественные монополии сокращают инвестпроекты. Однако, отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Владимир Аврелькин, руководству республики удалось выстроить конструктивные отношения с федеральными министерствами и ведомствами и обеспечить поступление в бюджет дополнительной дотацией. Кроме того, предприятия Чуваши активно используют меры государственной поддержки. 19 инвестиционных проектов включены в федеральные отраслевые планы импортозамещения. И за последние два года мы ежегодно привлекаем порядка 600 миллионов рублей именно только на поддержку промышленного сектора. Первые полугодия отмечены сокращением жилищного строительства, в первую очередь из-за падения покупательского спроса. В то же время все социальные программы в этой сфере выполняются, и госзаказ – хорошее подспорье для строителей. В промышленном производстве, за исключением машиностроения, регистрируется рост. Индекс промышленного производства составил 114,9%. Среди регионов привозка федерального округа вы видите, что мы на первом месте в текущем полугодии. Задача стоит сохранить эти позиции до конца года. За счет чего это было обеспечено? Первое, безусловно, это за счет роста производительности труда. За счет использования передовых технологий, модернизации оборудования, выработка на одного рабочего за первые полугодия составила почти миллион рублей. Это выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 23%. По итогам текущего года мы ожидаем, что выработка дойдет до 2 миллионов, соответственно, темпом порядка 13%. Увеличение сельскохозяйственного производства достигло 109%, а в сельскохозяйственных организациях – почти 120%. Реальный рост экономики обеспечил и наполнеемость республиканской казны. Бюджет исполнен на 106,5%. При этом доходы выросли практически на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и составили почти 19 миллиардов рублей. Расходы – 17 миллиардов. В ходе исполнения бюджета текущего года нам удалось увеличить плановые расходы на инвестиции 2,4 раза или более чем на 3 миллиарда рублей. В результате чего инвестиционные расходы республиканского бюджета на 2016 год оцениваются к уровню прошлого года с ростом на 19,5%. Хочется отметить, что при втором уточнении республиканского бюджета расходы на реальный сектор увеличены на 1,6 миллиарда миллионов рублей. Рост расходов к уровню прошлого года оценивается на 13%. Планомерная работа проводится и по сокращению государственного долга. Чувашия входит в пятерку субъектов ПФО с минимальной долговой нагрузкой. Глава Чувашия Михаил Игнатьев напомнил в числе приоритетов решение не только экономических, но и социальных задач. Благодаря депутатам Государственного совета Чувашской республики они нас всегда поддерживали, потому что мы обязаны, как органы власти, обеспечить защиту малобеспеченных семей. Мы сейчас еще в бюджете дополнительные средства заложили, а в динамике к уровню 2015 года в целом для малобеспеченных семей на 34% заложили для того, чтобы обеспечить защиту вот этих семей. Михаил Игнатьев отметил, все социальные обязательства перед жителями Чувашии правительство выполнит, как это было в предыдущие годы. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.